Давайте играть в мои игрушки. Это не просто часы, это будильник, который не давал спать школьников. Знаешь, на что это похоже? Динамит. Бутысь! И здорово, что Даня мне здесь сможет помочь. На самом деле это будут своеобразные часы. Окей. Окей, все, договорились. Привет, друзья! Вы на канале Есть Вопрос. Меня зовут Александра. Меня зовут Данил. И мы сегодня с Данией будем показывать вам необычную поделку. Вы знаете, что мне очень нравится что-то делать своими руками. Кто знает, тот знает. А здесь у нас есть Даниил. И я хочу донести мысль для пап, что с детьми можно заниматься и весело проводить время. Вот если в Данькины игрушки играть, мне скучно. А вот если Данька в мои играет, мне весело. Поэтому давайте играть в мои игрушки. Я покажу, как я это делаю. Вдруг вам это тоже понравится. Даниил, я тебе сейчас дам два предмета, а ты мне расскажешь, что их может объединить. Хорошо? Первое, это знаешь, что такое? Часы. Часы. Ты знаешь, тут написано СССР. Что такое? Союз Советских Социалистических Республик. Ну, это страна, которой мы когда-то жили. Папа там родился у тебя. Вот. Факт не в этом. Это будильник. Это не просто часы. Это будильник, который не давал спать школьникам. Скоро пойдешь в школу, и тебе такое давать не будет. Спать. Папа, у Мектуха есть будильники такие, что они прямо, они работают, чтобы их не просто, ни вот так рукой не выключить. Они уже работают, и начинают на колесиках по комнате ездить. Убегать, чтобы их не убили. Чтобы их не убили. Ясно. Хорошо, что у меня такого не было. И второй, что я тебе покажу, это вот такая штука. Знаешь, на что это похоже? Динамит. Динамит? Да. Ты откуда знаешь? Папа, я в Майнкрафт много живу. Майнкрафт. Динамит из Майнкрафта. А теперь давай соединим одно с другим. Что общего между ними? В том, что можно объединить с динамитом, и будет динамит на тайме. А, взрывчатка, да, такая будет? Ничего себе. А еще знаешь, какие бывают? Дистанционные, да? Да. Ясно. А знаешь, что это вот такое за веревка? Фитиль. Фитиль? И про фитиль ты знаешь? А про фитиль-то откуда? Что с ним делать? Поджигать, чтобы бомбу. Я просто в Майнкрафт тоже там... Ой, не в Майнкрафт, так в какой-то игре. Я когда смотрел, я видел, что там такие вот используете. Берешь вот так, поджигаешь фитиль и кидаешь. Потом ждешь... Так, мне кажется, надо в руках держать и смотреть, как он горит. Нет, папа. Как свечка. Папа, он догорит и тебя, получается, подорвет. Ты бьешь его вот так, поджигаешь, кидаешь. Можно подарить кому-нибудь. Поджечь, подарить. Держи. Блэйс. Ясно. Итак, ну что, динамит на таймере. Действительно, друзья, поскольку у нас скоро будет немножечко здесь перестановочка сделана в студии, нам нужны какие-то аксессуары, которые будут оформлять, окружать и просто достаточно интересными. Поэтому необходимо их делать своими руками. И здорово, что Даня мне здесь сможет помочь. Давайте подумаем. Данил, что нам необходимо, чтобы построить динамит на таймере? На самом деле это будут своеобразные часы. Вот, причем я скажу заранее, два типа делаем, электронные и аналоговые, чтобы и молодежь поняла, о чем речь. И, собственно, те классические виды динамита, точнее, тот классический вид всеми привычной взрывчатки у нас тоже был реализован. Нам нужно побольше таких взрывчаток. Нам нужно много динамита, да? Да. Нужно три. Хорошо. Вот это первое, еще две нужно. Дальше еще что нужно? Скотч, чтобы подъедеть. Скотч, чтобы соединить, смотать, да? Да. Я тебе дам изоленту, сойдет? Окей. Окей, все, договорились. Ну и, собственно, все, что будет необходимо, будем искать по офису. Слава богу, у нас тут все есть. Ну что, Даня, погнали в сюжет. Ну что, друзья, на столе у нас, собственно, много разных заготовок. Давайте начнем с того, что если вы вдруг захотите самостоятельно повторить нашу поделку, то где взять вот эти трубы? Таких точно вы вряд ли найдете. Это вот, например, трубки от ламинатора. Поэтому я у друзей попросил, мне дали. Проще всего, когда я изначально планировал, я думал, мы возьмем и накопим такие трубки от пищевой пленки. Или от, это такие же трубочки красивые, можно взять от фольги. То есть все, что у вас дома есть, где вы готовите, разматываете, и там такие втулки будут. Второй вариант. Это можно использовать вот такие трубы. Наверное, это самый простой вариант. У пап, мам, или если вы сам папа, найдете такие трубки разного диаметра. Они бывают, выбирайте тот, который вам нравится под размер часов. В нашем случае вот эти у нас заготовки остались. Какой-то мы проект делали. Даня, это кабель-каналы в виде трубы. Они тоненькие. Но вот у нас как раз нужное количество осталось. Будем их использовать. Далее, что я сделал. У нас с вами есть часы. В данном случае механические. У нас есть с вами часы электронные. Я начал раскрашивать. Потом думаю, зачем я это делаю. Этим может заняться Даня чуть-чуть попозже. И чтобы красиво это все расположить, в целом, да, ромашкой мы можем и вот так смотать. И Даня уже вам даже сказал, как это сделать. Как это сделать? Изолентой. Изолентой. Все верно. Синий. Вот. Но поскольку у нас есть возможность делать чуть больше, потому что есть рядышком станки, я сделал вот такие заготовки, и вы посмотрите, как, собственно, мы это будем реализовать. И, собственно, друзья, что мы видим еще? Если сейчас мы начнем эти трубки использовать, то они какого цвета? Белые. А они похожи на динамит? Неу. Неу. Что нужно сделать, чтобы были похожи? Нужно их покрасить либо в красный, либо обмотать красной изолентой. Можно обмотать красной изолентой, видите? И начать. Ребенок сам мыслит и придумывает вариант. Это очень хороший навык. Мотайте на усы, всегда спрашивайте их. А еще у тебя есть красная бумага, можно, наверное, бумагой было бы сделать, да? Но в данном случае, поскольку мы работаем часто с рекламой, у нас есть что? Самоклеящаяся пленка, которую мы можем легко обмотать. У вас, если нет... Накосится для этих трубок. Для этих трубок. А если у вас нет, то используйте тот вариант, который предложил Данил. Красная изолента – это вообще классика жанра. Далее, я предлагаю начать приступать, собственно, сооружать нашу конструкцию. И самое первое дело, мы будем реализовывать проект с какими часами? Механическими или электронными? Обычными. Обычными, механическими. Тогда лишнее со стола долой и приступаем к воплощению. Погнали! Итак, я открываю те заготовки, про которые говорил. Собственно, у нас с вами будет следующий вид. Ну, я еще хотел сказать, что мы после паузы, я подковынул, да я скотчил вот эти штуки. Это изолентая ведь называется? Ну, одно и то же. Да? Все равно липкое. Видите, у ребенка как думает. Если липкое, значит одно и то же. Смотрите. У нас есть вот такие заготовки. Самое первое, что нужно проверить, это входит ли наш динамит. Отлично, он входит за счет заготовки, у нас будет хорошо стоять на столе и, собственно, красиво располагаться в пространстве. Важен один момент. Смотрите, я сделал так, чтобы мы их предварительно склеили. Соответственно, сейчас будем клеить, да? И этим займемся на ближайшее время. Для этого нам необходим... Что это? Клей. Клей, правильно. Это клей классный, он, если ручки даже запачкаем, мы всегда смоем. Дальше смотри, что я делаю. Я вот так беру, начинаю давить тихонько. Видишь, он там течет кое-как. И аккуратненько. Ну, кстати, на занятии по сету и мечу мы такой же клей используем. Да? Тоже его можно было легко руками смыть. Я его просто щипал. Щипал щипал пальчик. Сколько-то отмыл. Остальное все, я находился. Щипал козу. И щипал оттуда. Ну, все, ты моторику разрабатывал, да? Это, кстати, успокаивает. Если вас тоже успокаивает отдирание клея от рук, Ставьте лайк. Та-ра-та-ра-та. Детей надо слушать, поэтому обязательно. Ну, правда, у меня было иногда, когда вот прямо взималось в коже, у меня было иногда больно делать, потому что я я щипал вот так прям. Да? Классик оттуда находил и отделал. Это как скотч от лоба. Смотри, что я взял. Ё-моё, папа, это что же? Кукла вуда. Держи вот так. Широко руки расставь. Да. Вот так, как-нибудь схвати. Все, скраш. Все. И мы вот так склеиваем. Раз. Это я одним намазал другую заготовку. Ты тоже соединяй одну с другим. Сейчас посмотрим, как у нас ребенок справится с задачей. Хоп. Хоп. Клей классный. Сохнет достаточно быстро, но при этом прощает ошибки. У нас есть время, чтобы... Я весь смотился к поводу. Ничего страшного. Чтобы все поправить. На седущей паузе науклил-лутил. Давай. Так. Все лишнее можно смазать, смазать, смазать. И смазать. Да. Во всех популярных магазинах это продается. Поэтому, если захотите... Например, как печерочка. Кстати, у нас рядом с Лабосей есть прикольный магазин базы. Ты рекламу, интеграцию решил запустить? Красавчик. Так, Дань, смотри. Очень прямо прикольно. Смотри, что мы сделали. Мы с тобой сделали заготовки. Они сейчас будут что делать? Сохнуть. Да. Мы берем дальше. Вот эти колесики. Ручки вот, видишь? Я все потер друг от друга и все, клей высох. И все, там пусть там много. На базе много вещей для Нового года есть. Если вы не успеваете, заезжайте туда. Он, правда, по ночам не работает. Хорошо. Дальше, смотрите. В чем у нас тут проблема? В том, что есть отверстие. Это как называется? Подзорная труба. А если две? Двойная подзорная труба. Бей, нокль. Минук. Ну и двойная подзорная труба. Да, им двойная подзорная труба. Берем вот эти заготовочки и вставляем, чтобы у нас получился все-таки динамит. Отверстия в центре нам нужны для чего, как вы думаете? Для того, чтобы завести красиво проводки у нас же. Ну или фитиль. Смотря в каком стиле вы будете делать. Я вот сюда тоже вставлю. Вставлять не так просто. Будет все проваливаться. У нас прямо тут. Да, сейчас будет занятие веселое. Но мы справимся, я думаю. Но не быстро. Так, первое мы сделали. Переходим к следующей части. Смотри, сейчас будем собирать, собственно, сам конструктив. То есть вот это у нас элементы. Смотри, в которые мы будем вставлять наши трубки. Вот, у нас трубки есть разные. Здесь у нас есть клей. Соответственно, мы будем разворачивать таким образом, чтобы клея видно не было. Хорошо? Давай будем соединять. Вставляем раз. Вставляем два. Подожди, нет. Вот так мы центрально вставили. Идеально просто проходит. Итак, у нас получилась вот такая связка динамита. Сейчас разворачиваем все некрасивые части, прячем. В целом, смотрите, у нас все стоит уже красиво. И в целом норм. На динамит не похоже ни разу. Похоже на... Смотри, вот если в торец смотреть. Похоже на какой-то миниган. Миниган, да. Стволы от минигана. Вот, но тем не менее, мы с вами сегодня собрались, чтобы сделать динамит. Теперь, чтобы это все у нас зафиксировать, берем черную изоленту и по краешку начинаем наматывать. То есть вот так мы сделали. Я держу. И Данил тянет. Смотри, тянуть надо так, чтобы по краешку шло и она не подгибалась. Ну что, смотрите, я считаю, эта работа заслуживает как минимум лайк для Данила. Мальчик справился. Дальше... Видит просто как настоящая бомба пустыни. Хорошо. Далее. В целом у нас будет выглядеть следующим образом. А ну? Вот так мелькаете. Вот так? Да. Повисит. Вот так вообще. Вот так давай. Да, да, да. Идеально. Смотрите, мы с Даней решили, что будет у нас вот так все это выглядеть. Чтобы вот так вверх смотрело. Все. Достаточно красиво. Далее. Для того, чтобы было намного интереснее, мы делаем следующий вариант. Нам не хватает... Что здесь сбоку? Фитилей или трубочек. И, собственно, если мы будем с вами использовать провода, то с точки зрения дизайна, а я как дизайнер вам говорю, будет нам смотреться намного интереснее. Просто потому что мы добавим цвета. У нас здесь сейчас все достаточно такое спокойное. хочется немножечко брутальности, хочется немножечко воплощения того, что все-таки это у нас бомба. Часы у нас тоже зеленые. И если, согласитесь, мы вот эти сейчас витильки кинем, как бы норм, но скучно. Поэтому давайте сделаем следующий вариант. Я беру провода. Вы спросите, где взять провода? Вот это называется витая пара. Идете к соседям, поднимаете голову, смотрите, где у вас, в вашу квартиру идет сетевой провод. Если он не оптический, и к соседям. Вот то, что у соседей можете отрезать. Берем именно витую пару. Объясняю, почему. Почему провод так называется, витая пара? Внутри 8 жил. Раз 8 жил, значит, 8 красивых проводочков. Красиво сплетенных. Нам уже с вами не надо ничего плести. Халява. Важно использовать витую пару, та, которая идет к соседям. Это самый важный фактор. Потому что если вы готовый патч-корд купите, то там проводки эти не одножильные, а многожильные. Они не держат форму. А здесь я как бы ее не загнул, такая кривушка и получится. Поэтому патч-корды готовы, брать не надо. Надо обязательно найти провода где-нибудь. А еще можно взять проволоку. Или проволоку, да. Берем и начинаем разматывать. Смотрите, как я разматываю витую пару. То есть кончик снял. Внутри находится такой шнурочек. Он находится специально здесь. То есть намотали. Да, и начали тянуть. И если бы кабеля эти были свежими, в смысле недавно выпущенными, я бы всю эту оплетку разрезал. Но не смог. Зато я могу потянуть за другой провод, разрезая тело кабеля. Изоляцию. И очень как-то жутко. Ну а что сделать? Жутко-не жутко. А провода надо добыть. Я пока что начну. И таким образом, смотрите, у нас яркие, красивые, сплетенные провода, которые мы сейчас нарежем на кусочки, заплетем во всякие интересные штуки и засунем внутрь. Какие они длинные. Давай, погнали. Позже, как пол меняют. Ну что, друзья, вот такая конструкция у нас получилась. Благодаря тому, что провода держат форму, медные. А, собственно, Даня наматывал их на карандашик. Он узнал, что это можно делать. И вот мы с помощью горячего пистолета зафиксировали. И здесь можно было, напомню, что сделать это все с помощью шнурочка. Тогда бы у нас был такой более классический. Окей. Далее. Необходимо. Вот так вот работает будильник. Я больше случайно его подключил. Вот так вот сейчас мы будем фиксировать наш будильник. Показывай, как. Вот сюда устанавливать. Надо сделать так, чтобы, собственно, в будущем мы могли эти часы снимать. Ведь они механические. Заводить и ставить обратно. Конечно же, намного проще использовать часы с батарейки. Но таких красивых у нас с батарейкой нет. Поэтому мы сделаем так, а вы найдите что попроще. Далее. Фиксируем. Показываем вам итоговый результат. Ну что ж, друзья, наши зверные часы готовы. Вот так они выглядят. Поверти. Ну что, обязательно поставьте лайк. Данилу лайк. Напишите комментарий, насколько он молодец, что мне помогал. Собственно, второй вариант с часами мы будем делать чисто на ускоренной. Посмотрите. Тут как бы идея вся та же самая. Просто немножко меняется формат. Поэтому давайте. Видео и так получается слишком длинным. Ну что, друзья, вот такая конструкция у нас получилась в виде вторых часов электронных. Собственно, сбоку выглядит так. Внизу у нас подставка тоже, зеркальце. Вот, Даня приклеил ножки, чтобы это все стояло устойчиво. И в целом с красным цветом нам даже нравится. Сейчас осталось сделать последнее. Взять батарейки, как они еще могут выглядеть. А именно вот так. Замотанной изолентой. То есть у нас здесь минимум каких-то должно быть технологических штук. Заводских. Итак, друзья, на столе сейчас у нас часы маленькие. И, собственно, давайте посмотрим на большие. Вспомним, как это было. Тут на вкус и цвет, как говорится, любителей нет. Каждый выбирает сам для себя, что ему больше нравится. И на самом деле, от чего бы он хотел избавиться. От электроники или от аналоговых часов. Вариант такие. А эти я взял в фикс прайсе. 300 рублей. Собственно, смог себе позволить. Моя задача была вам показать, что с детьми действительно можно проводить время с пользой. Например, давайте спросим. Даня, а что ты за сегодня узнал? Узнал, что можно из обычного кантона сделать вот такую бомбу. И вот такие прикольные часы. Ну, собственно, видите, выводы он какие-то сделал. Да, еще научился, Даня, работать с пленкой. Порезали мы ножницами. Поклеили горячим пистолетом. И весело провели время. Вот такой формат развлечений с ребенком мне, как отцу, нравится. Другое дело, что нудные вещи я предпочитаю как бы с них, конечно, соскакивать. Поэтому, если у вас, друзья мои, есть папка, которая тоже предпочитает что-то, нежели развлекаться с детьми, возможно, это выход. Подумайте над этим. Да? Да. С вами был Даниил и Александр. Канал есть... Вопрос. Если остались вопросы, пишем их... В комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Комментарии надо писать много, потому что такой человек сегодня с вами был. Мне очень составляет много труда, чтобы его сюда притянуть. Давайте, до новых встреч и всего доброго. А мы пошли развлекаться дальше. Па-ба! Субтитры создавал DimaTorzok